Сделаны ветки Сделаны ветки Меня зовут Клобуковых Института Сейчас он известен как место где располагается колледж Соответственно культуры И плюс ко всему еще один Такой мало известный, но, важный, для гинастии дом Дом располагается на улице Воровска На перекрестке с улицы Свободы Раньше это было перекресток с Семеновской и Царевской Там сейчас располагается Детский центр туризма Насколько я помню, в 2015 году была открыта там доска Зинаиды Клобуковой. Зинаиды Дмитриевны Клобуковой – это супруга Петра Клобукова, богатого авиатского купца, который как раз строил этот магазин клобуковский. И вот действительно там находилась одна из ее квартир, там находилась ее мастерская, она была известна скульптором, очень творческим человеком. Вот эти два объекта, они для нас, на мой взгляд, наиболее важны. К сожалению, вот тот дом, в котором жила Зинаида Клобукова, если на него посмотреть со стороны, он не сохранил черты старинного особняка. Ну, это типичная проблема для многих домов исторических в нашем городе, он полностью обшит современными строительными материалами и представляется из-за своего здания, которое находится вообще вне какой-либо эпохи. Ну, вот, к сожалению, так, но вот мемориальную доску открыли, хотя бы она символизирует то, что этого дома большая есть. Это все-таки дом или мастерская, где работала Зинаида? Она там, насколько я знаю, и жила, и работала до 1920 года, но у этой женщины очень сложная судьба. Дело в том, что, когда она вышла замуж, она была на 16 лет младше Петра Клобукова. И этот брак многими рассматривался как неравный, как по возрастному цензу, поскольку, ну, молодая девушка, человек уже был состоятельный, опытный, взрослый. Но она была тоже весьма-весьма благородного сословия, она была дочерью очень известного финансиста. Его отец был управляющим Вятско-Камского банка, врожденная она была Абрамова. И, в принципе, она была из богатой семьи, но Клобуков все-таки был намного более состоятельным, один из самых богатейших людей до революционной Вятки. И вот они, значит, бракососчитались. И вот Александр Александрович Прозоров, известный вятский монолист, он писал в своих воспоминаниях о том, что, да, это действительно была очень интересная пара. И вы знаете, она все-таки была очень творческой натурой. Он был тоже человек, который был склонен к тому, чтобы покровительствовать, чтобы меценатствовать. Я думаю, что мы сегодня еще об этом обязательно поговорим. И вот этот брак во многом воспринимался для нее как возможность осуществить те идеи, которые у нее были. А идеей ее жизни было быть скульптором. Это было очень интересно, поскольку, ну, Вятка все-таки провинциальный город, но и у нас были очень мощные связи с известными мировыми знаменитостями скульпторами. Например, на улице Спаска до сих пор стоит особняк, где жила семья врача Арансона. Дон Арансон, очень интересная, яркая личность, доктор, который снимал этот особняк в начале 20 века. И вот у него был брат, скульптор Арансон, и этот скульптор жил в Париже, причем он вырвался из черты оседлости, из России, и добился очень большой высот. Когда он приезжал в Вятку, это был всегда фурор, газеты писали, что у ее дома и в родственниках выстроилась огромная толпа, и сам Арансон любил здесь бывать. И вот они поддерживали отношения, ну, известный скульптор Голубкина тоже ее учила. В итоге, значит, Клобукова, она выросла очень хорошей, интересной скульптором, но ее судьба сложилась так, что ей пришлось разлучиться со своим мужем. Это очень красивая, яркая, романтическая история. Дело в том, что, когда случилась революция, известно, Клобукову были враждебной революцией класс, и нужно было что-то делать, чтобы сохранить себя, сохранить семью, ведь у них уже было тогда четверо детей. Тогда Зинаида покинула Вятку, отправилась в маленький провинциальный город Туржум, где пережидала тяжелые революционные времена. А сам Петр Клобуков, он вообще уехал из города. Сначала он скрывался в Москве, но потом есть разные данные, они разнятся. В различных монографиях пишут исследователи-историки по-разному. По одной из версий он еще возвращался в Вятку вперед НЭПа, когда можно было активно торговать и заниматься предпринимательской деятельностью. Потом он понял, что все, наступают такие времена, когда капиталистические отношения свернуты, и нужно просто спасать свою душу. И вот тогда он уехал. По другим версиям, он вообще никогда уже больше не возвращался в Вятку и всю жизнь прожил в Карачаевском маленьком ауле Краснодарского края, где работал щитоводом-бухгалтером на ферме. Никто не знал о его состояниях, никто не знал о том, что он такой богатый человек. Интересно. А, кстати, почему в вооружение Зинаида уехала? По-моему, в вооружение тоже есть своя местная династия купцов Клобуковых. Ну, на самом деле, обстоятельства ее отъезда, они малоизвестны, но, на самом деле, она просто спасалась. И вот также достаточно популярная версия о том, что было настоящее чудо, потому что она спрятала детей в телеге, и красноармейцы, они какие-то революционно настроенные люди, они штыками пытались сено проверить, не едут ли какие-то люди, и вот все спаслись. Но эта история, она очень романтическая, потому что, чтобы спастись, им нужно было отречься друг от друга, ведь они были связаны очень тесно, их имена ассоциировались очень четко с предпринимательским классом, чуждым новой власти, и они отреклись друг от друга полностью. И, вы знаете, они полностью разделили свои судьбы, не поддерживали демонстративные отношения, она больше, насколько я знаю, не была замужем, да, и она демонстрировала, что она не имеет к Клобукову никакого отношения. Что касается Клобукова, то тоже есть разные данные. В одной из монографий я прочитал, что он бракосчитался вторым браком на старшей сестре Зинаиды, вот, но по другим версиям он оставался уже одиноким. Так или иначе, они прожили большую жизнь, в 1944 году Клобуков скончался. А Зинаида прожила до 1968 года, при этом она неоднократно все равно была репрессирована, она была сослана в Узбекистан, она неоднократно подвергалась нападениям, каким-то нападкам, хотя в первые советские годы она была уполномоченным наркомброса. А, то есть как-то приближенная к ней власти. И она имела достаточно большой какой-то социальный статус, связанный с тем, что и Луна Чарский покровительствовал, и она писала Крупской, но все это не спасло от репрессий, все равно получилось так, как получилось. Возвращаемся к магазину, или к универсальному магазину, да, можно его назвать? Да, на самом деле, это очень интересная история, потому что, вот что такое торговля? Торговля, это ведь такой очень сложный процесс. Ведь что нужно, чтобы продать товар? Нужно очень красиво упаковать, важно не только что продается, но и как продается. Вот, конечно, Вятка, это старинный купеческий торговый город, где всегда было очень мало дворянства, а купцы играли очень большую роль. Те тренды, которые были общие, российские, общие, мировые, сюда приносили, конечно, в первую очередь купцы, потому что многие из них бывали за границей, многие знали, что происходит в мире, в России, и они четко понимали, как сделать так, чтобы увеличить капиталы, и как вообще работают законы бизнеса, рынка и так далее. В Вятке было обыкновение торговать в купеческих торговых лавках. Перекресток с Паской и Казанской, это древний торговый центр нашего города, где еще с конца 18 века начинался формироваться целый комплекс торговых лавок. Многие из них стоят здесь по сей день. Это здание трехэтажное, бывшее универмага, там через дорогу рядом со Спасским собором, где сейчас располагается торгово-развлекательный тоже центр, ну, сейчас просто развлекательной торговли там уже нет. Ну, вот он отстроен на два этажа, был 50-е годы, а вот первый этаж, если будете гулять, обратите внимание, напротив приказной избы, это вот старинный корпус торговых лавок. Он стоял через дорогу, закрывая с собой приказную избу, точно такой же, но он тоже был разобран, это случилось к юбилею города, 60 лет, я в 1974 году, чтобы открыть вид на приказную избу, на этот уникальный памятник. Ну, и далее через дорогу место, где располагается наш музей, Кровеческий музей, передаем еще раз привет Михаилу Сергеевичу Судовикову, директору Кровеческого музея. Вот это тоже корпуса торговых лавок, который был потом переделан, немножко надстроен. Но они все были одноэтажные, а одноэтажные? Они были, да, одноэтажные, то есть, ну, потом они немножко надстраивались, перестраивались. Пешеходная часть с пасками еще раз. Да, это имеется в виду она. И вот там, где располагался Клобуковский магазин, там тоже был корпус лавок. Ну, так получилось, что у лавок этих были разные владельцы, и к началу 20-го века бизнес шел уже очень тяжело, поскольку эти лавки, они требовали модернизации. Ну, и семья Клобуковых еще с конца 19-го века начала потихонечку выкупать там помещение. И, соответственно, они распоряжались так ими так, как хотели. В одних помещениях велась торговля, и даже был небольшой выставочный такой зал, который я бы сравнил с современными контактными зоопарками. Дело в том, что в начале 20-го века там выставлялся морской лев, то есть специально Клобуков, это Павел еще Клобуков, да, его инициатива была привезти от морского льва и показать людям. На самом деле, звучит немножко странно, как-то диковинка, но в целом для ситуации конца 19-го, начала 20-го века это было абсолютно нормально. И многие предприимчивые люди, они привозили сюда каких-то артистов интересных, необычных. Например, в электротеатре «Прогресс», в первом кинотеатре, там выступали иногда исключительно жанры артисты, которых сейчас уже даже не встретишь, какие-то такие очень странные персонажи. Ну, они привлекали публику, почему бы нет? То же самое касалось выставок экзотических животных. Например, совсем недалеко от этого магазина, на перекрестке с Паской и Ленина, там стоит небольшой двухэтажный дом из белого кирпича, сейчас в нем идет реконструкция. Вот, он принадлежал Мещанскому обществу, и там тоже был своеобразный выставочный салон. Там дважды в начале 20-го века показывали страуса. Просто вот привезли страуса, платили деньги, люди приходили и смотрели, вот что такое страус, что это за животное. Интересно, если бы сейчас привезли страус в современный кирпич, пошли бы люди на меня смотреть? Ну, некоторые пошли бы. Вы знаете, признаться честно, я был в контактном зоопарке, вот в Диораме, да, у нас сейчас там продается путеводитель, пешком порядке, я зашел, посмотрел, и вы знаете, потрясающе большое количество людей, то есть людям интересны экзотические животные. Это такая, да, в основном дети, а мы и взрослые тоже ходят, почему бы нет? В общем-то, эта тема-то на все века, на все времена, и она имеет коммерческий успех, и я так понимаю, что и Клубуков тоже это понимал, Павел Клубуков. И он привез морского льва, причем там есть сообщение, что был большой бассейн, и были артисты специально нанятые, которые там плавали и должны были изображать какое-то театральное представление. Так что это было самое настоящее шоу, это было очень интересно. Но уже к 1909 году Клубуковы скупили все эти торговые помещения, и они поняли, что надо предпринимать реконструкцию. И вот тогда родилась идея строительства магазинов, стилем модерн, нового архитектурного сооружения. С нуля, что называется. Да, совершенно с нуля, то есть лавки были разобраны, уничтожены, но вместо них получилось что-то новое, интересное, вписывающееся в атмосферу старого города, что очень для нас важно, и что является актуальным и по сей день. Давайте архитектором назовем. Да, архитектор, конечно же, Иван Павлович Рушин. Иван Павлович Рушин, вы знаете, он много работал по заказам Русской Православной Церкви из 500 зданий, которых он построил в Ярской губернии. 164 это церковные. Когда вот какой-то богатый купец, инвестор к нему обращался, он всегда очень положительно реагировал на такие предложения, потому что для него это было пространство для творчества. Возможность построить что-то новое, что-то из гражданской архитектуры, он всегда с удовольствием боролся за такие объекты. И мы помним все такие объекты дореволюционные. Это и особняк Вахрушевых, в селе Вознесенская Вахрушева, и знаменитый Булычевский замок. Ну и, конечно же, это Клобаковский магазин, который имел очень такую даже необычную и странную структуру для вятки. Выходил он сразу на две улицы, и на Казанскую, и на Спаску. Интересно, имел закругленный фасад. Тогда таких домов, в принципе, в городе не было. Но потом Чарушин многократно к этому архитектурному приему возвращался. Центральная гостиница. И знаменитый дом чекистов на перекрестке улицы Ленина и Герсона, который появился там в 1939 году. Еще одно малоизвестное здание, но очень красивое тоже. К сожалению, сейчас его облик уже далек от того, каким он был в 30-е годы. Это так называемый начальственный дом для работников завода Первого Мая у стадиона. Как раз Первого Мая, он находится тоже на перекрестке. Там очень красивый раньше был дом. Три этих дома, это все последствия того архитектурного приема, который тогда Чарушин применил. И вот в 1909 году строительство это шло, магазин был построен. И очень интересно, что этот магазин стал настоящим символом города. Это не голословное утверждение. Дело в том, что если почитать дореволюционную прессу, то какие-то люди, которые начинали торговлю и давали объявления о том, что у них появился магазин, лавочка. Где-то вот в этом районе старого города они говорили, что, например, моя лавка находится слева от магазина Клобукова. Или в двух порталах от магазина. Это рекламировали. И так получается, что он построил такое здание, которое стало очень важным. То есть на него ссылались, а люди делали ему косвенную рекламу. Потому что любой важный объект, интересный, он всегда становится таким вот объектом, который пользуется популярностью. Это совершенно очевидно. Ну и, конечно же, нельзя не сказать про саму организацию торговли. Потому что универсальный магазин предполагает нахождение там самых разных товаров. И торговля велась совместно с бизнес-партнерами Клобукова. Это, конечно же, купцы Уховы, которые также вложились в этот магазин. И часть его была занята ими. Галантерейными товарами, другими. Также известна знаменитая династия Сумцовых, маловаренная завода Сумцовых. Вот по улице, как раз с Паской, корпус их лавок торговых вылился туда, в Клобуковский магазин. Эти лавки строились немножко пораньше. Ну и вот получилась целостная такая структура. Ну и другие, более мелкие торговцы, они тоже имели возможность там торговать и получать свою прибыль на этих площадях. Два первых этажа были заняты как раз торговлей. И в этом магазине там стоял такое объявление, что торговля ведется без торгов. Ну, непосредственно так. Извините за эту автологию. Но дело в том, что нельзя было торговаться. Нельзя было сбить цену. Нельзя было сбить цену. То есть там была написана четко фиксированная цена. Это рождало определенный порядок. Это был первый случай вообще, ребятки, да? Ну, такие случаи и раньше, в принципе, встречались. И это было нормально. Но все-таки это был очень большой шаг для того, чтобы уставить цивилизованную нормальную торгу. Клобуков это отлично понимал. Потому что этот магазин был много профильный. Туда, конечно, могли прийти и люди, не обладавшие большим материальным достатком. Но приходили люди очень многие именитые. Очень многие богатые и даже знаменитые. Ну, а как же единственный такой объект в городе? Ну, конечно, само собой. Ну, и вот тогда мы уже возвращаемся к самой теме шопинга, да? Потому что, ну, можно прийти в любую лавку, купить себе что-то, но этот процесс не доставит вам удовольствия. Когда вы приходите в красивый универсальный магазин, где можно немножко посидеть. Есть ателье, есть небольшая там кофейня, да? Там говорили по воспоминаниям современников. Борис Сергеев, например, очень известный, говорит, что некоторым людям выносили стул. Они устали ходить, им стул выносили, все, можно посидеть. Или, например, были женщины, они, допустим, обладали какими-то такими своими качествами, там, достаточно странными, да? Что не хотели ехать, например, в магазин. Так им платье выносили на улицу, да и кибитки, например, где они приехали. Либо даже отвозили домой на просмотр. То есть это были такие услуги, которые оказывались в индивидуальном порядке. Вот этот вопрос Сергей не описал, но он написал, что это было нормально для тех времен. И это как универсальная такая система продажи, да? То есть ориентирована на разные ценовые категории, на разные сословные. То есть на самом-то деле это было нормально, но в Вятке вот это считалось диковинкой, что люди ходили на магазин, смотрели, видели это все, потом записывали в своих мемуарах и отражали. То есть вот это достаточно любопытно. Я знаю, что в магазине Клубукова очень многие товары вообще первыми в Вятке появились. По-моему, те же самые граммофоны. И не только. Там очень много было именно того, что связано с шелками, с тем, что было произведено в других странах. Потому что действительно за ассортиментом внимательно следили. Он пополнялся. И от магазина он имел очень хорошую коммерческую прибыль. И был хорошим таким бизнес-проектом. Клубукова, который как раз и позволял ему заниматься благотворительностью. Его одной из любимых тем по жизни. И на этом поприще он очень хорошо себя проявил. Но здесь он шел, конечно, уже за своим отцом. Потому что его отец стал действительно звездой, можно сказать, вятской благотворительности. При этом обладал уникальными человеческими качествами. Тот же Александр Александрович Прозоров писал, что он поддерживал очень многих людей, но никогда это не афишировал. Вот в прошлый раз мы с вами обсуждали, что у некоторых купцов была даже своя, говоря современным языком, пиар-стратегия. Что, например, Булучев дал кому-то какие-то денежные пожертвования и в газете появляются. Что Тихон Булучев поддержал кто-то учебное заведение или того-то человека. Но такое совершенно неприменимо было к Павлу Клобукову, потому что он это осуществлял пожертвование даже не напрямую, а через подставных лиц. Вот так писал Булучев. Схему выстраивал. Да, то есть он не хотел, чтобы его имя где-то фигурировало. Потому что он считал, что это должно быть все по-православному. Что не важно, кто дал деньги на поддержку малоимущего человека, больного, немощного. Главное поддержать человека. Потому что всегда самое важное это человек, это его личность, чтобы он, может, дольше жил и развивался. И поэтому для него это было дело святое. Действительно, про него сам Прозоров писал, что это был уникальный человек, очень добрый, очень приятный. Поддерживал очень многие известные учреждения. Вот, например, в 1899 году по пищи 100 бедных было построено на перекрестке улицы Морозовской и улицы Владимирской. Бывший протезный завод в советское время. Сколько я знаю, сейчас это здание законсервировано, там ничего нет. Но тогда это было очень... Перекресты Карла Марса и Рога Залюксинбурна. Действительно, тогда это был очень яркий проект, потому что действительно можно было в этом здании презревать людей. То есть они там располагались, жили, их там лечили, поддерживали. И там была домовая церковь, больничные учреждения. Была, собственно, электростанция. Здание было очень красиво. Опять же, архитектор Иван Аблонович Рушин. Вот. И, соответственно, вот это здание тоже стало одним из символов дореволюционного города. Мне очень нравилась всегда фотография похороны большевика Василия Горбачева. И большая площадь, там недалеко от Богословского кладбища, его несут в гробу огромное количество людей. И зима, зима. И на фоне вот эта вот домовая церковь, и это здание, оно величественное, мощное, оно красивое. И это здание действительно поражало очень многих людей. И опять же, это все благодаря Клобукову. Потому что он выделил очень большие средства и на строительство, и на поддержание жизни этого учреждения и так далее. Но и в целом он поддерживал многие благотворительные акции. Например, убежище для слепых, приют, который располагался на перекрестке, опять же, Царевской и улице Спасской. Это дом знаменит современным людям. Да, современным людям знаменит, потому что там висит доска в честь Кошкина, знаменитого создателя Т-34. И очень много было таких благородных акций, но, к сожалению, немного ему было лет, 68 лет ему было. И тогда у него нашли рак желудка. И он начал быстро угасать. Приехал к нему святой... То есть уже существовали методы диагностировать именно рак? Да, вот в литературе пишут, что у него был рак. На самом деле, то есть я могу воспроизвести тот диагноз, который я прочитал в монографиях. И, вы знаете, это описывал еще, насколько я помню, Паразоров сам. То есть он писал свои воспоминания, записки в конце 20-х годов. Он писал, что, значит, насколько он узнал, у него был рак. То есть, ну, Паразоров очень близко всех знал, поскольку он был очень знаменитый человек и со всеми близко общался. И он написал, что приехал к Клобакову отец Иоанн Кронштадтский, немного стало ему полегче, но потом он умер. Но так получилось, что купеческая династия всегда предполагала преемственность и капитала, и традиций. И сын Клобукова полностью вошел в дела отца еще при его жизни, Петр, и продолжил. Здесь очень интересно, что четыре поколения Клобуковых носили посменно имена Петра и Павел. И поэтому очень любопытно, что если встретить человека до революции, он скажет, что я Клобуков, то можно не гадать. Либо Петр, либо Павел. Другого имени. Это особенность вообще была авиатского купечества. Многие называют это в честь своих предков, детей. Ну, вот про магазин еще хочется, да, к сожалению, не так долго удалось им просто чувствовать в качестве магазина. Все-таки скоро уже революция была, да? Что дальше? Дальше вот... Разные правительственные учреждения, да? Да, то есть есть городские легенды, которые, к сожалению, я вот не нашел каких-то им подтверждений документальных, да? Но, например, те люди, которые работают внутри сейчас этого магазина, я общался с людьми из музея мороженого Арктика. Там очень интересно. Они проводили там, когда реставрационную работу, нашли много всего любопытного, каких-то объектов. И могу парадонсировать, что уже скоро там откроются специальные уголы, посвященные истории этого музея. И как раз я участвовал в осознании, писал тексты и так далее. То есть мы как в пешком порядке всегда откликаемся на такие предложения, поскольку это очень важно. Потому что здание историческое, и было бы здорово, чтобы там была какая-то хотя бы маленькая информация о том, что это за дом, что это за здание. Но там она будет не маленькая, там будет хороший такой уголок, посвященный истории здания. Это самое, как вы в доме Иуды Калупшина. Да, ну это более мелкий такой проект по масштабу, но все равно для нас очень важно. Мы всегда отвлекаемся на такие. А вообще, какой статус у этого здания? Ну это охраняемый проект. Охраняемый он регионального значения? Ну сколько я помню, регионального. А что там можно делать сейчас? Про реконструкцию, вы бы сказали. Ну на самом деле там никакой кардинальной реконструкции его там сносить и уничтожать никто не собирался. Там просто они проводили внутри работы по отделке помещений. То есть это все в рамках закона? Да, то есть там у них никаких проблем не было, в отличие от того здания, которое стояло через дорогу. В фабрике там страшный тоже был скандал. И тоже у меня брали наши коллеги интервью. И там так получилось, что Министерство культуры вообще не знало, что там что-то проводится. Хотя это тоже, по-моему, купеческие лавки. Это один просто торговый комплекс единый, да, и нужно так его воспринимать. Но что касается, значит, вот работ, то там нашли очень много всего интересного. И они рассказывали, что, тоже они пытались узнавать у тех людей, которые там работали раньше, в училище, в колледже. Рассказывали, что по городским легендам, там якобы в подвале, что-то были какие-то страшные расстрелы в годы революции, какие-то репрессии, казни и так далее. Но документальных подтверждений этого нет. Это одна из таких городских легенд. Но, возможно, такое действительно имело место быть, потому что смутные времена, вы знаете, что угодно может быть. Но все-таки, если мы рассматриваем с точки зрения истории документальной, нам важно найти какие-то подтверждения этому. Таких подтверждений пока у меня нет. Но потом там располагалось уже все то, что связано с искусством, с культурой. И, слава богу, располагается там по сей день. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу. Напомню, что это программа «Сделанная в Вятске». И в нашей студии Антон Касанов историк про династию купцов Клобуковых. Мы продолжим говорить спустя минуту. Продолжается программа «Сделанная в Вятке». Сегодня мы говорим с историком Антоном Касановым о династии вятских купцов Клобуковых. Но мы так в основном сосредоточились на Петре Павловиче, который, собственно, основал этот магазин, универсальный магазин, здание которого по-прежнему находится на Брехлестке с Паской и Казанской. Но хотелось бы еще, Антон, заглянуть поглубже в историю, да, вообще выяснить происхождение купцов Клобуковых. Когда первые упоминания появляются? Это очень интересно. Родославный купцов Клобуковых, как и родославный многими других известных и тоже менее известных вятских купцов, занимался Владимир Любимов, наш знаменитый краевед, уникальный человек, генеолог. Вот он установил, что родоначальник династии – это Казима Клобуков, человек, который жил в начале 18 века, скончался он в 1760 году. Клобуковы являлись прихожанами Владимирского собора Вятки. И, в общем-то, в целом... А род занятий? Род занятий – это как раз торговая предпринимательская деятельность. Ага, то есть уже вот такая... То есть, в основном, все, что про них известно, это то, что вот они занимались торговлей. Но, опять же, возвращусь к тому, что самые такие многоизученные персонажи – это Павел и Петр. Все остальные, ну, видимо, они стояли в череде, в череде этой династии, в том плане, что они занимались бизнесом, торговлей. Это было абсолютно нормально, как и другие купеческие династии. Собственно, эта реформа была, да? В эпоху Екатерины II вот эти гильдии появились купеческие, да? Там официальные разрешения, то есть, появились. Получили купцы Клобуковы. Да, все это... Это процесс, который шел постепенно, да? То есть, та элита, которая сформировалась в начале 20 века, постепенно они к этому шли, чтобы стать купцами первой гильдии, чтобы стать богатейшими людьми. То есть, этот процесс шел достаточно долго, да? Ну, уж, конечно, когда Петр Клобуков построил свой магазин, он считался одним из богатейших людей вятки. Кстати, вот я пока здесь сидел, вспомнил, был такой достаточно любопытный случай. Однажды у нас была прогулка пешком по вятке по улице Спаской, мы ее заканчиваем у как раз магазина Клобукова. И мне частенько, какие-то подходили люди на каждой прогулке, что-то про него рассказывали, про этот магазин. Это очень любопытно, того, что я сам не знал. Вот однажды ко мне подошла женщина, она такая была в летах уже, и сказала, вот обратите внимание, на последнем этаже, со стороны Спаской, там очень узкие окна. Вы знаете, почему? Я начал рассказывать, что я знаю и так далее. Вот какие-то версии, которые тогда были в моей голове. Она говорит, нет, на самом деле не так. Дело в том, что шубы боятся света. Чтобы они хранились, так хорошо. Рассказывала, что по ее информации, ей там кто-то рассказывал, бабушка, возможно, что там на последнем этаже продавали шубы. И чтобы шубы сохранили свою уникальную какую-то структуру, там как раз сделали маленькие окна, чтобы там... То есть уже в проекте здания было запланировано, что именно здесь будут торговать меховой продукцией, чтобы ее не портить. То есть для меня это было очень любопытно. Вот всегда люди рассказывают какие-то такие легенды, байки, мне всегда это очень интересно. И там на самом деле на улице Спаска, вот если мы сравним Клобукова с человеком, похожим очень на Корейко, а у меня почему-то такая ассоциация. У меня просто это одно из самых любимых произведений «Двенадцать стульев», «Залетая в золотой дверь». Корейко, которого сыграл Естегнеев. Да, ну, разные люди играли Корейко, но я сам согласен, что Естегнеев сыграл просто потрясающе. Вот этот фильм, он самый-самый выдающийся на мой взгляд. И то, как там сыграл и Зиновий Герб, и Куравлев, который сыграл Шул Балаганова. То есть это просто шедевр на самом деле советского искусства. Так вот, если мы можем сравнить Корейко с Чеклобуковым, а это сравнение, оно напрашивается. Потому что, ну, представьте себе, человек был просто миллионер. И в один момент он сорвался, уехал, все бросил, и вот он там жил. Ну, все ожидали, что большевистская власть не продержится долго. Это было вполне нормально, и то, как изображено в романе Ильфа и Петрова, это достаточно яркая характеристика. Но вот, до 1944 года он прожил, работал с щитоводом-бухгалтером. Никто не знал, кто он такой, ну, просто какой-то мужичок. А человек, видимо, обладал все равно этими миллионами. Вот так сказать, да, что осталось-то известно, это изучена эта сторона? Вот, эта сторона вопросов, в том-то и дело, что она практически и не изучена. До революции купцы обычно хранили в банках, как это водится, но не все. Многие, действительно, вот сейчас до сих пор есть большое количество сообщений о том, что были какие-то тайники и так далее, какие-то потаенные углы у них, ну, все было праздно. Например, Булучев, как я рассказывал в прошлой передаче, он, который проходство хранил, он не думал, что была революция. На самом деле, вот эту психологическую черту, отсутствие ожидания, страшных перемен очень ярко показалось в своих воспоминаниях, мемуарах Александра Александровича Прозурова. Потому что он был в шоке, когда его, значит, забрали в ГПУ и посадили в камеру, он не мог понять, за что. То есть, что он сделал плохого. Ему говорят, ты заложник. Он говорит, как заложник, в чем дело, за кого заложник, да, то есть. И он был в шоке. И потом он был юристом, и он говорит, я пошел на работу, стараются юристом, а я вообще ничего не понимаю, как работать, кто эти люди, по каким мы законам живем. То есть, для него это было очень странно. Он записался в партию кадетов в свое время. Он говорил, что, да я не участвую в политической жизни, но просто там были приятные люди, мои друзья, я взял, записался. Потом мне говорят, ты, все, ты плохой. То есть, соответственно, никогда не знаешь, какие перемены, какие волнения случатся в нашей стране. Может, завтра случится все, что угодно. И многие люди богатые, люди состоятельные, они не были к этому готовы. Они не знали об этом. И возвращаясь к моему первому тезису, что в конце улицы Спаской стоит такой своеобразный памятник нашему вятскому корейку. А в начале улицы Спаской на перекрестке с Карла Маркса, можно сказать, что стоит памятник другому персонажу нашей истории, связанному с Эльфом Петровым. Это Кисе Воробьянину. Потому что, как известно, там стоит дом, а сейчас общество инвалидов там располагается, напротив, в художественном музее, в этом доме располагалось детское училище. И спонсировал строительство этого здания, домовой церкви, представителя купеческой династии Стахеевых. Был такой Николай Дмитриевич Стахеев, который обладал огромными капиталами, сам был Вятский, из Елабуги, и в Вятке здесь бывал. Вот он революцию встретил в Монте-Карло. Он не думал, что будет революция, он находился в казино. И когда он вышел из казино, ему сказали, что, вы знаете, вот так случилось, у вас больше денег-то нет. И тогда он предпринял отчаянный шаг, поехал в Москву, на Малой Басманной улице. Там, кстати, в этом особняке снимали битву экстрасенсов. Многим известен. Поэтому людям советской, традиция советской закалки известен, как там по съемкам про 17-е годы весны. Тоже снимался в этом же особняке. Так вот, он пришел туда, и он знал, где тайники на территории этого. Потому что он-то вот как раз все-таки думал, что может что-то такое случиться. И тайники сделал. И вот он перелез через забор, какие-то взял драгоценности, только выходит, и к нему подходит чекист, и он идет к Дзержинскому. И Дзержинскому говорю, давай сделаем, может быть, какую-то сделку, потому что нам нужны деньги, потому что денег очень мало. Тогда они совершили сделку, что, значит, Стахиев выдал все эти тайники, получили советское правительство много денег, а его отпустили. Но на эти деньги чуть позже был построен, узнали это два молодых журналисты газеты «Гудок», построен на дворец Железнодорожников в Москве, на Комсомольской площади. И вот они когда создавали свое литературное произведение, они как Стахиева взяли как прообраз Киса Воробенева. Я вот, когда мы проводим пешком поведок, я расскажу, что улица Спаска – это от Киса Воробенева до Корейкова много. То есть у нас история России, литература очень тесно переплетены. И меня всегда очень удивляло, какие яркие были личности до революции, какие это были люди, что про них можно часами говорить, и у них столько было всего любопытного, столько интересного, они все-таки были очень яркие индивидуальности. Вот еще к Клобукову, возвращаясь, известно, что они были за люди. Какой образ жизни вели другие купцы? Были франтами, какие-то новинки из-за рубежа постоянно привозили. Вели такой роскошный образ жизни. А Клобуковы? Ну вот Павел Клобуков, он был человеком очень спокойным, степенным. В светской жизни особо не участвовал, любил он именно благотворительность. И был он очень спокойный такой человек, тихий и мирный. Так вырисовывается по воспоминаниям очевидцев. Что касается Петра Клобукова, то это более такая яркая личность, более светская. Любящая внимание. Да, любил он и внимание. У него была молодая супруга, которой он покорительствовал. Через эту молодую супругу он общался со многими людьми творческими. Так, например, они поддержали вятских художников и контрактировали очень активно из братьев Веснецовыми, и с Хохряковым, и со всеми остальными. И вот тот же Хохряков вспоминал очень любопытную историю. Решил его, Клобуков, как-то поддержать, и своей супруге подарить две его картины. И, значит, Хохряков говорит, я за эту картину просил у него 300 рублей. И приходит мне, значит, курьер и приносит 400 рублей. Я его спрашиваю, значит, Петр Палач, так зачем 400 рублей, я же у вас 300 просил. Тот говорит, вы запросили слишком мало за эту картину. То есть, вот такие вещи, мне кажется, характеризуют человека. Хотел он его поддержать. Здесь ключевое было то, что он ценил в нем его талант, Хохрякове, и супруга, они близко дружили. А в искусстве разбирался? Разбирался, да, в искусстве. Вкус был такой, да? Вкус у него был, и они стояли у истоков с супругой Ивятского художественного кружка, очень активно поддерживали их начинание, и художественного музея. То есть, вся творческая элита, которая была в Ивятке, они все очень близко общались с Читой Клобуковых. Очень любопытный тоже один эпизод, который описывал, если не Субарис, Хохряков Николай Николаевич, что вот когда художественный музей создался, не было же у него помещения. И постоянно пришлось кочевать из одного дома в другой дом. И там тоже Клобукова поддерживали. В одной из их квартир уже располагалась горея в свое время. И вот Хохряков говорит, что вот если нам, например, с каким-нибудь из наших богатых купцов договориться, и в каком бы из них доме расположилось, и взамен что бы мы могли им дать? Мы бы назвали этот музей в их честь. Представляешь, был бы Булучевский музей. Это было бы здорово. Тогда как раз дом Булучева-то стоял пустым. Но не смогли они это реализовать, не смогли договориться. Но все равно вот дом Булучева, даже к нему если возвратиться, тоже он связан с именем Клобуковых. Потому что Зинаида Клобукова, она стояла у истоков дома инвалидов, который в этом доме разместился как раз в период Первой мировой войны. И она поддерживала раненых, больных. И более того, несмотря на свой высокий социальный статус, она пошла туда работать простой санитаркой. Потому что это был большой патриотический порыв. Это было большое желание поддержать этих людей. И, конечно, это очень здорово, на мой взгляд, было. А участие Клобуковых в политической жизни? Ведь не секрет, что многие наши купцы в той же городской думе были. Вот Машковцы, да, там из раза в раз возглавляли эту думу. А Клобуковы? Ну, напрямую в политической жизни, на мой взгляд, они не участвовали. Но, безусловно, они не могли быть безучастными к жизни города. И, безусловно, в жизни города они сыграли очень важную роль. Тот же Павел Клобуков сыграл, я считаю, что наиглавнейшую роль в том, чтобы в Вятке появился современный водопровод. Потому что, когда обсуждался этот вопрос, опять же стали вопросы нехватки денег, проблемы финансирования и так далее. И тогда он проспонсировал эту деятельность. И вот водопровод, как такое появился, появилась водокачка знаменитая, которая под Кикиморской гором располагалась. И выделил он большую сумму средств. И он участвовал в жизни города. И его сын, они поддерживали начинание в области благоустройства всегда. Об этом же писал Прозоров, что к Павлу Клобукову частенько обращались. И он говорил, что если это касается благоустройства города, я выделю любую сумму. Потому что эти люди были патриоты своего города. И хотели сделать ему лучше. Но это было вполне логично. Другие начинания благотворительные тоже поддерживали. Но вот какое-то участие именно в политических процессах. Мне такая информация не встречалась. Хочу сейчас вернуться в современность. Фамилия Клобуков. Клобукова достаточно распространенная в нашем городе, Давидс. Можно как-то напрямую увязывать с династии, с купеческой? Знаете, дело в том, что генеалогия это очень сложная такая штука на самом деле. Потому что фамилия была распространенная. И все те Клобуковы, которых мы с вами встречаем, это далеко не все. А значение к той фамилии известно? Значение? Ну, лично мне оно неизвестно. Но может быть, самое разное значение. И еще очень важно, частенько тоже спрашивают, как писать через букву О или букву А. То есть есть разные династии. Есть династии, которые через букву А пишутся. А есть те, которые пишутся через букву О. Но те, о ком мы с вами говорим, они пишутся через букву О. Но у Петра Клобукова в метрике при рождении была написана буква А. Но на самом деле, я хочу всех успокоить, ничего страшного в этом нет. Дело в том, что когда исследуешь метрические книги или исповедные росписи, там часто встречаются разночтения в написании одних и тех же фамилий. Вспомните хотя бы Шаляпина, ведь составляли им родословно, это было на моих глазах. И там какие только написания фамилий не встречалось. И Шаляпин, и Шаляпин, и как угодно. Потому что дело производства вели священники, люди священнического различного сана, писцы. И они могли допустить любую ошибку, что-то написать неправильно, не так. И поэтому могут быть самые разные разночтения. И это абсолютно нормально, потому что такова была специфика дела производства. Оно полностью было в ведомстве православной церкви и записи актовой. И о рождении, и о смерти, и о бракосчитании. Поэтому, когда люди составляют родословно, это просто адский труд, потому что это очень сложно. И там могут быть самые разные разночтения. Возвращаясь к тому, кто есть сейчас. Родословно Клобукову очень хорошее исследование. Исследован Татьяна Малышева, это директор музея Хрюкова, замечательная совершенно женщина. Вышла у нее статья еще в конце 90-х в сборнике «Купечество Авиацкое» под редакцией Михаила Сергеевича Судовикова. И там была большая статья «Меценаты Клобуковы». Часть из этой статьи была посвящена Зенеиде Клобуковой. Часть была посвящена современным родственникам, потому что очень много их было. Много было детей у Клобуковых. И все из них, они все на хорошем счету. Очень многие творческие люди. И вот если кому-то интересно, могу отослать к этой статье, вы почитаете. И найдете для себя очень много любопытного, потому что генеалогия прослежена. Еще раз, сборник «Купечество Авиацкое». То есть в библиотеке можно... Да, была в свое время очень такая популярная монография. Для меня это является одной из настольных книг, потому что действительно там очень разные статьи собраны и по Машковцу, и по Клобуковым. Потом Евгений Березин там писал про тех купцов, которые связаны с Рекой, и Трышкиной, и Булучевой, и так далее. И что мне особенно нравится, всегда тоже мы используем в своих каких-то кроевических изысканиях. Это словарь «Купеческие фамилии», который составил Владимир Любимов. И там написано, правда, вот, каждую купеческую фамилию, примерно 40-50 фамилий. И каждая написано, когда начальник, самые яркие представители и с кем они связаны. И вот, в принципе, если посмотреть, все купцы, они каким-то образом друг с другом породнились и так далее. Там, например, написана статья про Клобуковых. В конце написано, что породнились, с Хохрилковыми были родственниками. Поэтому, ну как не поддержать родственников, даже если абстрагироваться от творческого порыва, хотя творческое начало и вкус эстетический у Петра Клобуковой, у супруги был развит очень-очень ярко. Спасибо, Антон, за столь познавательный и увлекательный рассказ. Я напомню, что эта программа сделана ветки. Мы, я уверен, будем продолжать, знакомить наших слушателей с историей. Владимир, и в конце я скажу еще, что 21 февраля у нас в пешком по Вятке будут лекции в Доме Витберга. И те, кто интересуется Вятской ссылкой, могут туда приходить. Надеюсь, что... Вятская ссылка, то есть люди, которые отбывали ссылку, да? Да, ну, различные Вятские ссылки и вообще все аспекты этого процесса. Потому что это тоже очень любопытно и тоже связано и очень-очень с купечеством. Вообще со всей жизнью здесь Вятки у нас. Здорово. 21 февраля Дом Витберга во сколько начало? Начало вечером в 17.00. В 17.00. Спасибо, Антон Касанов, историк, один из авторов проекта «Пешком по Вятке». И, кстати, член общественной палаты в Кировской области. Вот еще. Спасибо. Всего доброго. До свидания.